Елизавета II очень любила появляться на публике в легкой сверкающей тиаре, усыпанной бриллиантами и жемчужными подвесками. Но мало кто знает, что ранее она принадлежала царской семье Романовых. Украшение было изготовлено в конце XIX века. Именно тогда третий сын Александра II, Владимир, связал себя узами брака с немецкой принцессой, которая после свадьбы стала Марией Павловной. В том же году великий князь решил преподнести свой возлюбленный дорогой подарок – тиару, которая получила название Владимирская. Трудные для царской семьи события, последовавшие после революции, заставили представителей императорской семьи покинуть Россию. В 1920 году из страны уехала и Мария Павловна. В том же году ее не стало. Дочь Марии Павловны Елена Владимировна унаследовала тиару. Но как же она оказалась у Виндзоров? В 1921 году Елена Владимировна испытывала большие финансовые трудности. Недолго думая, она решила поправить ситуацию, выручив деньги с продажи той самой Владимирской тиары. Новой владелицей стала Мария Текская, бабушка Елизаветы II. Так тиара оказалась у Виндзоров и передавалась по наследству.